Значит, исторический взгляд Ветхого Завета и истории. Исторический взгляд Ветхого Завета и истории. Сейчас мы глянем на некоторых очень важных представителей. Это Саул, Давид и Соломон. Что их объединяет? Саул, Давид и Соломон. То, что они были царями. Да, что еще? Еще раз. Ну, это их не объединяет. Я же спрашиваю, что их объединяет. Ну, размышляйте, размышляйте, давайте. Просит микрофон. Давайте, кто будет отвечать, берите микрофон и отвечайте. Хорошо? Саул, Давид и Соломон, цари и иудеи Израиля. Их объединяет то, что они имели непосредственно прямое отношение с Богом, правили страной. Они были как раз царями Ветхого Завета, правильно? Понятно. Что еще? Ну, вот что вот еще их объединяет, а? Ну, вот кто знает, что произошло после Соломона, как его царство закончилось? Расплавность. Расплавность. Что-что? Расплавность. Совершенно верно. То есть, что произошло? Калено были отсечены. Разделение. Царство разделилось. Разделение царства. Помните, да? А что объединяет вот именно Солова Давида и Соломона, кроме того, что они были царями? Это то, что они были правителями над единым Израилем. Все остальные потом, после них цари, они уже делились, да? Ну, что было... Что было? Кто помнит? Разделено как было? Царство. От Равама, от царства Равама были... Нет, разделили на северное и южное царство. Северное и южное царство, правильно. Южное царство — это что? Это два колена. Иуда и Вениамин. Совершенно верно. Но как оно называлось? Иудея. Иудея. Совершенно верно. Иудея. А северное царство называлось как? Израилем. Вы совершенно правы. И оно состояло из десяти оставшихся колен. В результате мы знаем, что да, что вот эти десять колен, они, в принципе, где-то и потерялись, да? Да. 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 Этихиологический взгляд, да, это что мы должны увидеть вот сейчас. Это, значит, во-первых, Саул Давид Соломон, правители над Единым Израилем. И второе — это разделенное царство. Южное царство — Иудея, да, которое состоит из двух колен, Иуда и Вениамин. И северное царство — это Израиль, которое состоит из оставшихся десяти колен. Так когда же произошло разделение? При Равааме. Ну, когда оно произошло? После Соломона. После Соломона. После смерти Соломона. Совершенно верно. И действительно, это был Раваам, да? Это был сын Соломона. И его поддержала, ну, поддержала военная мощь, да, так сказать, можно сказать, что именно военные его в первую очередь поддержали, как правителя. Это произошло в 586 году, до Рождества Мессии. Разделение. То есть, Раваам, сын Соломона. Вот при нем произошло это разделение. И он остался правителем Иуды и Вениамина. Это записано в третьей книге царств. Двенадцатая глава, двадцать первый стих. Кто-то может читать? В микрофон, пожалуйста. Третья книга царств. Двенадцатая глава, двадцать первый стих. Раваам прибыл в Иерусалим, собрал из всего колена Иудина и из колена Вениамима сто восемьдесят тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым, для того, чтобы возвратить царство Равааму, сыну Соломонова. То есть вот это было конкретное уже разделение. Когда видите два царства, что? Уже не просто они разделились, но они еще и решили воевать друг с другом. Северное царство, да, то есть царство Израиля, оно состояло, мы уже сказали, из десяти оставшихся колен, и они сделали над собой царем и Ераваама. Значит, столицами этого царства были последовательно. вначале Сихем, потом Фирца, и основной, как бы такой вот, мы знаем исторически, это кто? Самария. Были столицами этого царства. Сихем, Фирца и Самария. Очень интересно то, что эти два царства, ну, получили вот такие названия, да, одно называлось Израиль, а другое Иудея. И как бы на самом деле, вот не до конца понятно, да, вот почему так, ну, понятно, что там колено Иудина было во главе, да, царь был из колена Иудина, там и так далее, вот, но все-таки Израиль, это имя кому было дано, кто помнит? Иакову, да, совершенно верно, Иакову. А Иаков кто был? Внук Авраам, патриарх. Патриарх был, да, то есть он кто был? Отец двенадцати сыновей. Отец двенадцати сыновей, да, то есть он был отцом всего, всего, да, общества израильского, то есть он был отец всех евреев, да, ну, в данном случае от него, которые пошли. Понятно, что Авраам является первым евреем и так далее, но и Израиль, когда звучит Израиль, да, то понятно, это все, все двенадцать колен. Но когда происходит разделение, да, то большая часть, вот десять колен назывались Израилем, да, а вот меньшая часть называлась Иудеей. Значит, во время Персидской империи здесь есть у нас, как бы, два важных события. Это связанные с захватом и изгнанием. Значит, первое событие это семьсот двадцать первый год, когда Ассирия захватывает в плен Израиль и уводит в плен Израиль, да, и происходит то, что они уводят местных жителей в плен, и в результате мы не знаем, куда они вседились, вот, а на их место заселяет иноземцев. В Персидской империи была такая политика, знаете, они считали, что если человек оторван от своей земли, значит, он, как бы, отрывается от своих богов, в результате этого у него не будет желания поднимать восстание, не будет желания бунтовать и так далее. А новые люди, которые заселятся, они будут жить тоже там на этой земле, это не их земля, они будут ее там осваивать, да, они там будут все восстанавливать заново, какие-то там свои божества, там, свои храмы и так далее, то есть, и поэтому у них тоже не будет причины для того, чтобы поднимать восстание, для того, чтобы бунтовать, и в принципе у них получалось в действительности, то есть, эта политика, эта позиция, которую они вели, то есть, она была действенной. она давала действительно результаты, потому что, когда люди оставались на своей земле, они все время хотели быть свободными, но когда их брали, переселяли в другую землю, там не было корней, не было их земли, и у них возникали тогда вопросы, то есть, им как бы не за что было бороться, понимаете, да? Они были не у себя дома, да, совершенно верно, вот, вот, и эта политика, она действовала. Ну, Израиль, значит, он был уведен в плен, а вот Иуда с этого момента начал платить дань, другими словами, для того, чтобы не быть захваченными, Иуда просто откупился в тот момент, ну, царство иудейское, и последствия, они платили дань, и все это продолжалось до тех пор, пока в 586 году Иуда также не пал, и его уводят в плен Вавилон. Это 586 год. Ну, я думаю, что все эти события, конечно, вы, наверное, читали, когда вы читали книги царств, там, книги про Паминон, да, то вы об этих событиях читали. Значит, что еще в Персидской империи? Это восстановление, период восстановления. И вот этот вот период, он как бы для нас, вот, в действительности, наверное, такой, ну, начинается это начало, такого, именно, интересного периода в том отношении, что это, можно сказать так, зарождение, зарождение, ну, новых взглядов, обновление, знаете, поклонению Богу. Очень важный такой момент, если вы вспомните первую часть книги Исаии, о чем Исаия пророчит, кто помнит? Ну, в чем он упрекает Израиль? Ну, да, это первая глава. А вообще, вот, как бы, в чем он упрекает Израиль? Он упрекал Израиль за неверность. Обратитесь к Господу, он говорил. Он помилует вас. Ну, более конкретно, более конкретно. Отвернулись они от Господа, не общались с ним. Разрушен. Совершенно верно. Он упрекает за идол поклонства. Вот, вот это очень важный такой момент, что, знаете, вот, первая часть, да, вот Исаия, это идол поклонства. Он упрекает за идол поклонства. А вот вторая часть, уже нету разговора об идол поклонстве. Разговор о чем-то другом уже идет. И вот мы видим, что когда в действительности наступает момент этого восстановления, это не просто восстановление земли, да, это не просто восстановление государства. Идея всего этого восстановления, она связана именно с восстановлением духовной жизни. Потому что идея возвращения, да, мы сейчас поговорим об этом больше немножко, она именно связана с тем, чтобы отстроить храм, восстановить поклонение Богу. И потом мы видим, что даже не сам храм, даже не сами жертвоприношения, но народ хочет слышать Слово Божие. Понимаете, да? Что-то особенное происходит. это уже народ, вернувшийся из плена, это не тот народ, который ушел в плен. Народ, ушедший в плен, он ушел по какой причине в плен? Как вы считаете? Ну, какая причина была, что он был изгнан из земли? Ну, наверное, помните, да, там, глава 28 второзакония, да, благословение и проклятие, да, и важным таким моментом во всем этом благословении это было что? Принадлежность земли, да, потому что Израиль будет принадлежать, земля будет принадлежать Израилю. И вот, если ты слушаешь согласа моего, да, земля тебе принадлежит. Но если ты не слушаешь согласа моего и не исполняешь постановлений моих, проклятие приходит в твою жизнь и самое главное, что происходит? Теряет землю. Понимаете, да? Теряет землю. В результате своего идолопоклонства Израиль потерял землю. Израиль, Иуда, евреи потеряли землю, да, то есть они были выгнаны в плен. И какой период, вы помните, должен был пройти для того, чтобы были возвращены, для того, чтобы было начало восстановления. 70 лет, да, совершенно верно, да. Пророки так пророчат, Иеремия говорит, да, о том, что 70 лет должно пройти для того, чтобы закончился этот период плена и было возвращение. Значит, 536 год. Персия освобождает евреев от плена и, можно сказать, первая волна возвращения за Рававелем. Об этом описывают Ездра 1 и 1 по 6 главу. 536 год. Персия освобождает евреев от плена. Происходит возвращение за Рававелем. Это описывается в Ездре с 1 по 6 главу. Я бы хотел, чтобы мы прочитали с вами 1 главу. Да, пожалуйста. Ездра 1 книга? Да. Ездра 1 глава, да. 1 год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремия возбудил Господь дух Кира к царя Персидского и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что вы иудеи. Кто есть из вас, из его народа его? Да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что вы иудеи, и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы то ни жил, пусть помогут ему жители вместо того серебром, и золотом, и иным имуществом, и скотом, доброходным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме. И поднялись главы поколений иуденых, и вениаминовых, и священники, и левиты, и всякие, в ком возбудил Бог Дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. Все соседи их спомоществовали им серебряными сосудами, золотом, и иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброходного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды Дома Господня, которые Новохудонасор взял из Иерусалима и положил в Доме Бога своего. Вынес их Кир, царь Персидский, рукоя Мефридата, сокровища хранителя, а он счетом сдал их Шишбацару, князю Иудину. И вот число их. Блюд золотых тридцать, блюд серебряных тысяча, ножей двадцать девять, чаш золотых тридцать, чаш серебряных двойных четыреста десять, других сосудов тысяча. Всех сосудов золотых и серебряных пять тысяч четыреста. Все это взял с собой Шишбацар при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Вот первая глава она говорит нам о том, что как вообще это произошло, да? Очень интересный такой момент, что царь Кир, ну, что он сказал? Что он сказал? Почему он разрешил вдруг евреям возвращаться? то есть он понимал, да, что это Божий план, смотрите, да? То есть вот он сказал, что идите, да, отстройте дом и он разрешил выходить всем, кто захочет, да, взять свое имущество. Кроме этого он сказал, что тот, кто не пойдет, пусть помогает. тем, кто пойдет, да? Также он из сокровищ отдал разные сокровища для самого храма. С какой вот, ну, я так скажу, радости, да, вдруг царю вот это вот надо было, скажите мне. прошло 70 лет и вдруг он начнулся утром и захотел, чтобы вот построили, отстроили, да, Иерусалим, построили храм и стали там поклоняться Богу. Это явно, мы можем понять, что, то есть это было, можно сказать, таким образом, вдохновение, да, которое пришло от Бога Всемогущего, Бога Авраама из Хака Якова. И это было воисполнение тех пророчеств, которые были сказаны ранее. Вообще это происходило, знаете, или можно сказать, вот люди, которые вышли и стали возвращаться из Вавилонского пленения в землю Израиля, да, они, можно сказать, испытывали вот такие вот чувства, о которых пророчестве пишет царь Давид в Псалмин 125, 1-й, 3-й стих. Кто-то может читать? Да? Микрофончик только дайте кому-то, да. Давайте. Как вас зовут? Игорь. Игорь. 123-й, можно... Псалмин 125, 1-й, 3-й стих. Вот здесь мы можем увидеть чувства людей, да. 1-й, 2-й. Царь Давид пророчествует еще до того момента, пока это происходит, он пророчествует об этом событие, которое будет происходить. И он даже передает чувства, какие испытывают люди. Псалмин 125, 1-й, 3-й стих. 1-й, 3-й. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пения. Тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над ними. Мы радовались. Видите, очень интересно, да? царь Давид пророчески говорит за многие годы, что вот такое произойдет, и что народ будет веселиться и радоваться, когда будет выходить из плена. И в действительности вот это испытывали люди. Мы говорили, да, что уже чуть-чуть раньше о том, что не очень много людей вышло из плена. Ну, не очень многие вернулись для того, чтобы восстанавливать Израиль, для того, чтобы восстанавливать храм. Еще раз повторим, сколько примерно людей вышло? Да, я сказал уже тогда, что вместе с рабами около было 50 тысяч, там, танцовщицы, там, что написано такое, да, вот, то есть 50 тысяч. Это много? Как говорят, что это капля в море, правда? Но эти люди пошли и знаете, и они сделали свое дело. Интересно, что никто им не попрепятствовал, знаете, это очень тоже важный момент. они пришли, никто им не препятствовал, я имею в виду, когда они приходили туда, вначале они даже построили храм, вначале они вообще отстроили свои дома. Понимаете, да? Вот если вы читали книгу пророка Захарии, книгу пророка Агеи, то эти как раз об этом говорят. они пришли, ну там написано какого-то, они отпраздновали праздник Суккот там. Ну да, мы сейчас говорим о том, что они в первую очередь построили свои, ну отстроили свои дома, начали жить в своих домах, вот. И поэтому в этот момент мы видим, что и пророк Захария, и пророк Агей, они вдохновляют народ Израиля для того, чтобы, ну еврейский народ, да, я говорю все время народ Израиля, ну вы понимаете, о чем я говорю, да? Еврейский народ, они вдохновляют тем, что нужно продолжать восстанавливать храм, нужно продолжать трудиться над храмом. Почему? Потому что они начали строить, потом они прекратили, потому что у них были препятствия, да, там ближайшие народы, которые хотели также участвовать, особенно самаритяне, они хотели участвовать в этом восстановлении храма, а евреи им отказались, сказали, извините, ну нету вашей части с нами здесь, поэтому вы не будете участвовать в том, чтобы восстанавливать с нами этот храм. И те стали всячески препятствовать этому делу. Поэтому, когда стали препятствовать, то все это дело приостановилось. И потом вот было слово через пророка Захарию. Захария, первая глава, 12-17 стих. Пожалуйста, кто-нибудь читает. 1-12 стих. И сказал ангел Господин и сказал Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет. Тогда в ответ ангелу, говорившему со мной, изрек Господь слова благие, слова утешительные. Да, да, еще да, 17-е и сказал мне ангел говорящий со мной, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о сионе ревности великую и великим негодованием негодую на народы живущие в покое, ибо когда я мало прогнивался, они усилили зло. Посему так говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием, в нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму, еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнятся города моих добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. И также, пожалуйста, кто-нибудь другой еще, давайте будем участвовать. Это книга пророка Агеи, 1 глава с 3 по 8 стих. И было слово Господне через Агея пророка, А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Савуов обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька, так говорит Господь Савуов. Обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. То есть здесь с одной стороны мы видим, что это упрек, да, в том отношении, что народ занят своими делами вместо того, чтобы заниматься Домом Божьим. Вот, и причина в том, что, как он здесь говорит, что вы заботитесь о домах ваших. А не заботитесь о доме моем. А результат, знаете, какой, очень интересный. Из-за того, что вроде бы люди думали, что от того, что они заботятся больше о своем доме и будет результатов больше. А оказалось, что из-за того, что они не заботятся о Доме Божьем, то результат в их жизни стал на самом деле очень маленьким. Потому что они работали, но кушаться не могли. Зарабатывали вроде бы много. вложили в карман, а когда с кармана доставали, оказывалось мало. Понимаете, да? И Бог так говорит, что это Он это делает. По той причине, потому что народ заботится не о Доме Божьем, а народ заботится о себе. И Он говорит о том, что надо в первую очередь заботиться о Доме Божьем. Тогда будешь работать и достаточно зарабатывать. Будешь кушать и всегда будешь сыт. Понимаете, да? Но очень важно, как бы, это было большим на самом деле вдохновением для народа Израилева. И написано так, что они, знаете, на них сошел Дух. И вот Агея, 1 глава, 14-15 стих, результат, как бы, вот этого послания Божьего через пророка Агея. Что же все-таки произошло? Пожалуйста, читаем. 14-15 стих. И возбудил Господь Дух Зарававеля сына Салафилева, правителя Иудеи, и Дух Иисуса сына Иеседекова, великого Иерея, и Дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Савоофа, Бога своего. В 24-й день 6-го месяца во второй год царя Дария. То есть, люди приступили к тому, что они начали восстанавливать храм. В результате храм был отстроен, да? И, знаете, храм простоял 420 лет. И вот Агей сказал, такие слова во 2-й главе 9-м стихе, давайте еще прочтем, это было пророчество об этом храме, и это было правдой в результате. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Савооф. И на месте Сем, я дам мир, говорит Господь Савооф. А вот теперь давайте подумаем по поводу того, что же такое было особенного, что слава этого второго храма, да, она превзошла славу первого храма. Хотя, знаете, удивительно, что, если мы над этим рассуждаем, я как бы сразу вам, или давайте вы вначале поговорите, я потом скажу мысли свои. предложение ваше. Да, конечно, берите микрофон и говорите. Пожалуйста. Ну, я думаю, что все-таки, когда Соломон строил первый храм, у него все было приготовлено для этого. А когда уже второй раз восстанавливали, они шли в разрушенное место, это уже было подвигом, героизмом, и приложено больше сил, больше веры. Ну, хорошо. И поэтому Бог больше верил славы своему. Помогу вам немножко. Разница была вот в постройке между первым храмом, который построил Соломон, и храмом, который построил Зарававель, восстановил этот храм. Была разница, да? Была разница, потому что написано, что те, кто плакали, те, кто видел первый храм, плакали, потому что это было другой совсем, чем то, что было первым. Ну, правильно, правильно. А почему они плакали? Соломона были любили, это много золота, все. А те, кто не вышли из нужды, только в другую станут любым нужным. Совершенно верно. То есть, первый храм отличался от второго тем, что он был таким пышным, шикарным, да, но сегодня так, как сегодня любят говорить, это как это, лакшери, или как-то там, ну, люксовое, да, все такое. Вот. Второй храм, он был, ну, по сравнению с первым храмом, он был бедным храмом. Но при этом мы видим, что пророк Агей, да, говорит такое интересное пророчество, что слава второго храма будет больше, да, чем слава первого храма. Почему же? Если вот как бы сам по себе храм, он был такой вот, ну, о, хороший вопрос. Помните, да, первый храм, когда был освящен, что произошло? Шихина, да, слава Господня, она сошла в этот храм, во святую святых, да, присутствие Божье было. И вот Агей сказал, что слава второго храма будет больше. Здесь идея все-таки, знаете, вот мы как мессианским верующим, а? Да, то есть, потому что Мессия пришел, и он пришел в этот храм. Понимаете, да? Поэтому вот в этом отношении мы можем видеть, что в действительности слава этого второго храма была больше. Потому что это идея того, что Бог, ну, как говорят, Ветхого Завета, это Бог, который был где-то здесь, да? Ну, слышали, да, такое выражение? Что Бог Ветхого Завета, он был здесь, то есть, ну, как бы все понимали, что вот он есть, как бы, ну, вот он где-то вот тут. Ну, то есть, Бог в Ветхом Завете, как бы, да, который нам открывается. Бог в Новом Завете, где он? В нас. То есть, он стал с нами. Понимаете, да? И потом уже, когда Ишов вознесся, да, и Дух Святой пришел, да, то он уже стал внутри нас. Это все происходило в период второго храма. Другими словами, конечно, кто-то бы мог сказать, ну, второй храм потом был еще перестроен, да, Иродом. Вот. И он тоже был сделан так очень красиво, там, и так далее. И некоторые могли бы сказать, ну, это потому, что вот он был перестроен Иродом, и он выглядел тоже очень так масштабно, красиво, и все остальное. Но все-таки пророчество было духовным. И оно заключалось именно в том, что период второго храма, ну, как сегодня мы можем утверждать это, пришел Мессия, да, поэтому в этом смысле слава его больше, чем слава первого храма. Потому что Бог, Он стал пребывать с нами постоянно. Теми, кто спасен. Аминь. Аминь. Восстановление стен Иерусалима. То есть, мы говорили сейчас о возвращении, да, и постройке храма. Да, дату, давайте я вам скажу дату. завершение строительства храма это где-то 516-й год. Ну, это все даты, напоминаю, это до Рождества Мессии. Понятно, да? 516-й год. после восстановления храма происходит нечто тоже интересное. происходит восстановление восстановление стен Иерусалима. Кто был инициатором восстановления стен? Это вопрос для вас. Неемия. Неемия. Как? Еще раз. Неемия. Неемия, да. А то мне послушались Иеремия. Неемия. Неемия, да. Совершенно верно. Правильно. Неемия. И это описывается в Неемии 3-я, 7-я глава. Восстановление стен Иерусалима. А кем был Неемия? Вы помните? Служил при дворе в Вавилоне. Виночерпием был. Да, он был виночерпием. У царя. И это уже был царь какой? Кир. Нет, Кира уже не было. Ну, открывайте Неемию и подглядывайте. Вторая глава. А, от Эксеркс. Да, совершенно верно. А вот. При царе Артаксексия. Тоже вот интересный такой момент, что мне понравилось, как бы, да, в чем я тоже вижу просто руку Божью. Да, вот. Неемия молился, да, он там взывал к Богу об Иерусалиме и так далее. И вот он был в таком, вроде каком-то таком духовном, молитвном состоянии. В то же самое время он выглядел как бы подавлено, да. И царь посмотрел на него и сказал, что с тобой? Что происходит? Да, что не так в жизни твоей? Что тебе не хватает, да? Он говорит, да вот не хватает мне. Хочу вернуться в Иерусалим и восстанавливать там стены. И он говорит, ну иди восстанавливай, если сильно хочешь. То есть мы видим, что тоже, знаете, царь мог сказать, да, что тебе, плохо рядом со мной, что ли? Живешь в царских палатах, кушаешь с царского стола и так далее. То есть имеешь уважение, почтение, все у тебя есть. Тут ты решил меня бросить и пойти, значит, работать, сильно восстанавливать. И мы видим, что в действительности Неемия приход Неемия это помощь. Определенная помощь тоже для людей, которые живут сейчас в Иерусалиме, в этот период времени, да, потому что Неемия приходит с новыми указами, с новыми постановлениями, с распоряжениями от царя и начинается восстановление стен. Мы читаем книгу Неемии и мы видим, что, ну, очень сильно, да, ближайшие народы, они там препятствовали этому, изначально они там смеялись над ним и там угрожали и всячески пытались, ну, чтобы не строили стену, чтобы не восстанавливался Иерусалим, чтобы не зарождалось, ну, движение в этой земле, да, чтобы евреи не могли жить как государство, то есть все противостояло этому. Но очень важно, что мы видим, что Бог, Он был со своим народом в этот момент. И по этой причине, то есть, мы видим, что результатом то, что и стены восстановлены, и служение Богу восстановлено, да, и вот в этот промежуток времени также происходит не только восстановление стен, но еще и происходят духовные, можно сказать, духовные, именно духовные. Это, они выглядят, конечно, не как духовные, эти реформы, но в результате мы видим, что это все-таки духовные реформы, потому что они приводят к тому, что люди начинают читать Слово Божье, люди начинают поклоняться Богу на основании Слова Божьего. Это записано в Ниемии 8 по 13 главу. И после перерыва мы немножко продолжим об этом говорить.